Сегодня день абитуриента отмечаем. Вот так вот мы решили, почему бы и нет. И пригласили мы сегодня в студию руководителя Центра профориентации Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева Ирину Жильцову. Здравствуйте. Доброе утро. Все-таки что же нужно учитывать при выборе профессии будущей, специальности, на которую пойти учиться? Каждый человек умеет делать что-то очень хорошо и даже лучше, чем другие. Кому-то нравится изучать гуманитарные дисциплины, кто-то любит изучать дисциплины, связанные с техникой и технологией. Кому-то нравится общение с людьми, а кто-то чувствует в себе творческие способности. Очень важно на раннем этапе определиться, развивать эти способности. А специалист, хороший специалист, он востребован на любом рабочем месте. Также важно соотнести такие понятия и хочу, могу и нужно для общества. И каждый человек уже, я думаю, в восьмом, девятом и даже в седьмом классе должен с этим определиться. И тогда такой специалист будет всегда востребован на любом рабочем месте. В каком порядке определяться? Хочу, могу и полезно для общества? Полезно для общества, потом могу или вот как? Хочу, хочу быть бухгалтером, могу ли я быть бухгалтером, полезно ли это для общества, нужны ли такие специалисты в настоящее время на рынке труда. И еще один вопрос извиняю, есть какие-то тесты, которые определяют твои способности к тем или иным направлениям? Это тесты по профессиональной пригодности, которые проводятся в школах, руководителями центров профориентации учебных заведений. А какие специальности подготовки ваш техникум предлагает? Наш техникум реализует программу подготовки специалистов среднего звена. Сюда мы можем отнести техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, сварочное производство, обработка металлов давлением, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования по отраслям, технология продукции общественного питания, экономика и бухгалтерский учет по отраслям и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Это мастер сухого строительства, парикмахер, повар-кондитер, сварщик, токарь-универсал. Список длинный какой. Меня заинтересовало, как вы сказали, сухого строительства. Мастер сухого строительства. Наш техникум сотрудничает с центром КНАУФ и готовит таких специалистов. Ну а об условиях расскажите для студентов. Вы предоставляете там какие-то... Какие-то особенности, да. Зачисление в любой техникум сейчас происходит по среднему баллу аттестата. Наш техникум располагает тремя учебными корпусами в Ленинском районе. Это на улице машиностроителей, Гагариной и Пограничной. Двумя благоустроенными общежитиями на улице машиностроителей и улице Гагарина 56. Это спортзалы, тренажерный зал у нас имеется, столовые. Студенты, которые обучаются по рабочим профессиям, они питаются в столовой бесплатно один раз. Стипендия выплачивается, срочка от армии юношам. Вот взаимное сотрудничество с предприятиями у вас налажено? То есть человек, который у вас отучился, гарантированно куда-то сможет поступить на работу? У нас очень много социальных партнеров, но в настоящее время самым главным стратегическим партнером для нас является поочий ТПЗ. В декабре 2016 года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между Министерством образования Челябинской области поочий ТПЗ и промышленно-гуманитарным техникумом имени Яковлева. Данное соглашение предусматривает дуальное обучение, где по учебному плану 40% учебного времени отводится на теорию и 60% на практику. Студенты, которые обучаются по специальностям технического профиля, будут проходить практику в цехах трубопрокатного завода. Разработана система наставников. А вы еще сказали, вот я уточню, вы сказали, что зачисление производится по среднему баллу аттестата, то есть вступительных экзаменов нет? Нет, уже несколько лет в техникум вступительных испытаний нет. Рейтинговая система. Прекрасное место. Мне кажется, вот это должно стать ключевым при выборе будущей профессии и места обучения, так что обратите внимание, будущие студенты, абитуриенты. Спасибо вам большое. Спасибо за информацию полезную. Я напомню, у нас в гостях была руководитель центра профориентации Челябинского государственно-промышленного колледжа имени Яковлева Ирина Жильцова. А завтра в это же время впервые на ОТВ уникальный гость, фотограф-губернатор Челябинской области Глеб Лунин. Который раскроет секреты, чем полезна эта профессия и как проявить себя, чтобы получить работу в правительстве. Не пропустите. Да, ну а прямо сейчас не пропустите нашу ежедневную полезную рубрику «День в истории».